У города 186 площадок. Жильцов отселили, дома остались. В этом году, и средства мы под это нашли, порядка 100 домов будут снесены, площадки освободятся. Вы в соответствии с законом имеете возможность на этих площадках строить жилье для новых переселенцев, так? Да, по программе переселенцев. Детей-сирот можете? Да. Можете. Многодетных можете? Государственная программа, да. Вы можете для семей, имеющих детей инвалидов, тоже предоставить им жилье? Тоже можете. Давайте вот к тому, что я сейчас предложу, отнесите, пожалуйста, серьезно, и потом мы, может быть, еще раз этот вопрос обсудим. Речь идет о том, что мы должны положить конец ситуации, которая у вас сложилась и по детям-сиротам, и по многодетным, и по ветхому жилью. После того, когда вы услышали, о чем он вам говорил, что вам необходимо менять тариф и более эффективно работать министру финансов, вы первые шаги сделали. С 1 октября у нас тариф должен быть 34... 33 рубля 980. 1 января какой тариф будет? На первый квартал будет плюс 5 процентов, это 36 рублей. Второй квартал мы прогнозируем так же и планируем, что во втором полугодии стоимость квадратного метра составит 38 рублей. Правильно. Исходя из этого, проанализируете строительный рынок. Вы раньше размещали вот этот заказ по 32 тысячи у тех, кто может предоставить жилье по этой цене. Это, как правило, один застройщик. Фамилию мы знаем. Это панельное домостроение. И знаете, боже, что нам не гоже. Отдавали детям-сиротам, многодетным и так далее. И самое еще плохое, что вот эта сумма небольшая, она выплачивалась в виде компенсации многодетной. Когда сейчас тариф у вас стал расти, застройщики все проявляют интерес к этому. Взять эти 100 площадок освободившихся, проработать под проект, в рамках которого вы можете уже просчитать этажность, вы можете привлечь под решение этой задачи кого? Все строительные организации. Потому что у них интерес начинает проявляться после 34 тысяч рублей за квадратный метр. И это могут быть уже и те, кто занимается кирпичным домостроением, и другими конструкциями. При этом это могут быть разноэтажные, разнопрофильные здания. Но мы с вами спокойно можем в этих домах выделять квартиры тем, кто ждет. А они только рады будут, потому что вся инфраструктура в этом случае, это инфраструктура не Ласточкина, не Иволгина, где взяли дома, привязали, и на эти пустыри людей отселяли из сложившейся структуры. А мы со своей стороны школы будем рядом расширять, садики будем строить, потому что вам на этих площадках можно, в том числе, и объекты соцсферы строить. Но самое главное, это будет жилье сложившейся части города.